Сегодня на совещании у временно исполняющего обязанности главы ЧУАШи обсуждался очень важный для населения вопрос – тарифы на оплату вывоза твердых бытовых отходов. По мнению Олега Николаева, в это непростое время надо искать новый механизм работы всей системы обращения с ТКО. – Было принято решение в начале года снижения на 17% тарифа и его повышение в июле месяце на те цифры, которые мы сегодня видим – 20,8%. Конечно же, от такого рода повышения в середине года, тем более, когда сейчас достаточно сложная обстановка для людей, связанная с коронавирусной инфекцией, недопустимо, на мой взгляд. И сегодня мы проговорили возможные пути неповышения тарифов, чтобы их оставить на прежнем уровне. Мы сейчас ведем очень большую работу по организации обращения твердых коммунальных отходов через максимальную его переработку, через раздельный сбор, через утилизацию, ну и самое главное – выпуск уже готовой продукции для дальнейшего использования. И в этой связи очевидно, что резко снизится тарифная составляющая для населения. Вот в связи с этими направлениями деятельности Кабинета министров и правительства Российской Федерации, мы практически нашли варианты решения для того, чтобы не повысить тариф, чтобы тарифы остались на том же уровне для населения. Я убежден, что в ближайшие один-два дня мы соответствующие юридические решения найдем. И люди будут платить такую же цену, как и платили до этого.